Спасибо огромное. Мы тоже всё своё сердце отдаём вам, нашим читателям. Я думаю, что всё у нас будет замечательно. Спасибо, Настюша. Первый подарок от самой юной читательницы библиотеки номер 24 имени Александра Сергеевича Пушкина занял почётное место в обновлённом пространстве. Яркие цвета с картинки гармонируют с дизайном интерьера. Он, в свою очередь, подобран так, чтобы детям хотелось проводить здесь время за прочтением любимой литературы. И не только. После ремонта появилась возможность в игровом формате развивать мелкую моторику. Нам очень понравилась эта игра. Мы отолваться от неё не можем. Игра, так завладевшая сердцами детей, транслируется на компьютере. Он встроен в интерактивную песочницу. Благодаря современным технологиям на поверхности создаётся эффект дополненной реальности. Это компьютер, в котором закачано много игр, которые позволяют детям развивать мелкую моторику. Развивать тактильную чувствительность пальчиков. Тонкая координация движений. Это вот всё песочком позволяет улучшать. При этом развивается память, внимание, речь развивается. Она обогащается, речь. А уж как это снимает психоэмоциональное напряжение, я советую подойти и попробовать. Грамотно поставить речь поможет игровой комплекс «Логопедическое зеркало». Это ещё одно новое приобретение, благодаря которому можно развивать артикуляцию и произношение звуков. Давай сделаем с тобой очень простое упражнение. Ты его каждый день, я уверена, делаешь. Я нужна. Знаешь, как это? Улыбка. Улыбаемся. Улыбка появляется на лицах детей ещё до того, как они приступают к упражнениям. Причина простая – богатый книжный фонд. После модернизации он пополнился ещё на 2000 экземпляров. Полки библиотеки сверху донизу заполнены яркими изданиями. Это и произведения современных авторов в жанре фэнтези, и не стареющая русская классика. «Я люблю читать фантастику, но детскую. Либо же что-то смешное. Сразу уже по обложке книжки видно, что это весело и интересно. Начинаешь читать и завлекаешься надолго». Погрузиться в сказочный мир, созданный на страницах любимых изданий, дети могут в разных местах. На современных коконах, которые напоминают качели, на мягких и уютных креслах в мешках, а также на удобных диванах. Создать подобные условия удалось благодаря нацпроекту «Культура». «В целом это 16-я библиотека в Ульяновской области, и проект будет продолжаться в следующем году. Модельные библиотеки очень интересны читателям. Мы это видим в динамике посещений». За прочтением книг маленьких посетителей библиотеки застал глава региона. Алексей Русских пришёл на праздник не с пустыми руками. Губернатор подарил ветеранам профессии редкое собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Бестселлер в кожаном переплёте займёт место рядом с другими произведениями русского классика. «Я хочу поблагодарить вас, ветеранов библиотечного дела, за ту лянку, которую вы тянете. Может быть, не совсем по достойности оценен денежное выражение, но мы над этим работаем». Губернатор из первых уст узнал, какие проблемы беспокоят библиотекарей и что нужно для популяризации бумажных носителей информации. Также Алексей Русских сообщил благую новость. Огрядёт индексация заработных плат сотрудников. На это в 2024 году уже предусмотрены денежные средства. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.